Здравствуйте! Сегодня я, Алексей Загороднюк, и программа «Легенды и мифы дачных участков» Приглашаем вас в легендарное место – Гатчину. Хотя это бывшая царская резиденция, как она не похожа на другие известные пригороды Санкт-Петербурга, царское село и Петергоф. Если там повсюду роскошь, здесь простота и основательность – это были главные черты главного хозяина этого места – Павла I. По своему облику Гатчинский дворец напоминает средневековый охотничий замок. Таким задумала его Екатерина II, но не для сына, а для своего фаворита – Григория Орлова. Подарок императрице граф превратил в роскошную резиденцию. Лишь после его смерти Екатерина выкупила Гатчинское поместье с приписанными к нему деревнями и подарила наследнику. Павел Петрович преобразил это место по-своему. Вместо луга перед дворцом теперь раскинулся плац для военных парадов, обнесенный рвом и бастионной стеной с амбразурами для пушек. Загородная вилла приобрела черты неприступной крепости и стала любимым местом пребывания Павла I, хозяина сурового, но рачительного. Павел сумел превратить Гатчину в настоящий промышленный центр того времени. Тут была молочная ферма, скотный двор, работали фабрики по производству сухна и фарфура, сырный завод. Но больше всего в Гатчине ценили дворцовые оранжереи, где выращивали овощи, зелень и разные экзотические фрукты и ягоды. По дворцовой ведомости 1844 года высочайшему двору из Гатчинского дворцового сада перечислено персиков 3275 штук, абрикосов 1420, слив 3560, арбузов 34, ну маловато что-то, смородины красные и черные 6 пудов, винограду 9 пудов. Но это просто не северо-запад, а какая-то Кубань. Кстати, а какая ягода была первой выращена руками человека? Спросим у народа. Как вы думаете, какую первую ягоду на земле вырастил человек? Наверное, чернику. Может быть, это клубника? Я думаю, первая ягода на земле – это земляничка. Ну, может быть, как вам сказать, шиповник. Брусника, думаю. Наверное, сморода или клубника, наверное, скорее всего. Я думаю, клубнику. Библейская легенда гласит, что после всемирного потопа Ной на горе Арарат посадил виноградную лозу. Помните детскую сказочку, считалочку? На горе Арарат растет вкусный виноград. Так вот, виноград был даром Бога будущим людям. Виноград. Прямо под Гатчиной, в садоводстве «Дружба», живет человек-легенда Владимир Николаевич Сильнов. На своем участке Владимир Николаевич выращивает около 80 сортов винограда. Представляете? А еще экзотические фрукты и овощи, такие, как, например, огурец с Сантирских островов. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Добрый день. Ну, ваше хозяйство напоминает просто оранжереи Гачинского парка. У меня девиз уже много лет существует. Это удовольствие плюс продовольствие. Должно быть и красивое, и природное, и в то же время садовый участок должен давать как можно больше отдачи овощей, фруктов. И хочется попробовать всевозможные редкие экзотические растения. Но душа больше всего тянется к акклиматизации винограда. А почему вы решили начать с винограда? Дело в том, что у нас на северо-западе виноград ничем не болеет. Здесь нет ни аидио, ни медью. Не нужно применять гербициды. Бывают вспышки серой гнили, но это и клубника поражается. За последние 15 лет выработалась своя агротехника по выращиванию винограда. И получается, в хорошие годы одна из тепличков мне давала до 700 килограмм. 700 килограмм винограда? Да, там было 36 кусток. Ничего себе! Отдельные сорта, скороспелые сорта винограда дают от 15 до 25 килограмм. А позднеспелые, такие как Илья Муромец, Русвен, Алешенькин, могут дать и до 60. Покажите ваше чудо, пожалуйста. Ну, пойдемте, пройдемся по моему саду. Давайте. Так, ну вот опытным взглядом начинающего дачника вижу, что это виноград. Ну, это у меня молодой виноград. Это посадка этого года. Я для пробы оставил одну четвертую часть грозди. Это сорт, называется, приусадебный. Приусадебный. Грозди может доходить до 700 грамм. Очень урожайный. Да. Вот такая может быть 700 грамм. Но он посредственно вкусный. Попробуйте. Давайте попробуем. Попробуйте этот сорт. У него сахаристость не выше 16%. Вы напрасно на него грешите вкусный виноград. Нет, он считается посредственно вкусным. Да. Вот сорт Зилга, она же из Зилга. Угу. Очень урожайный сорт. Вот это трехлетний кустик. Я вот пересадил. Плоды довольно-таки вкусные. Владимир Николаевич, а вот это вот морозостойкий сорт? Да. Его можно выращивать и в открытом грунте, и вот как я выращиваю многие сорта, сейчас перешел именно на бочки. Угу. Зилга – это прибалтийский сорт. И 15-20 килограмм может дать в бочке до 8 лет. Я не вывожу новые сорта. Я адаптирую ультраранние, ранние и сверхранние сорта винограда. А сколько времени уходит на адаптацию? Ну, не менее 3-5 лет. После того, как я приобрел сам этот сорт. Выращиваю только из чубуков. А чубук – это что? Это отрезок лозы. Угу. Чтобы не перенести инфекцию с южных районов страны. Ну, так же не может быть? Чубук посадим в землю и все? Я укореняю очень хитрым способом. Мне нужно вот здесь, на этом междоузле, срезать лозу наискосок, сделать бороздование, выдержать определенное количество времени ускорителя образования корней и создать условие вот в этой части 25-30 градусов. А вот у верхней почечки должно быть не больше 5. А как это сделать? Можно посадить, поставить на батарею, а сюда подкладывать снег, лед к верхней почке. Чтобы задержать развитие почки, иначе почка просыпается, может, на третий-пятый день. А корневой системе не образовалось, и саженец погиб. Так, а сколько должна корневая система тогда формироваться? Она полностью формируется на 15-20 день. Такая разница с почкой, да, большая? Да. В три раза практически. Да, вот здесь у меня растут два сорта физалиса. Здесь очень много цветов. Вот здесь мы подходим, где у меня на старой яблоне, на пне растет лагинария. Лагинария. Это что такое? Его называют вьетнамский кабачок. Да это же кабак, а не кабачок. Он вообще растет до двух метров. Да вы что? Мало того, у него можно отрезать кусок, и он дальше продолжает срез, пробкуется, и дальше растет. Да вы что? Очень вкусный, съедобный, жарится, как обычный кабачок. Чего себе? Так этого хватит, я не знаю, тут, наверное, на дивизию. А это вот покороче, но потолще. Владимир Николаевич, вы впервые когда вот его посадили у себя? Ну, уже с десяток лет выращивали. Десяток лет? Да. У него мякоть вот у молодого, вот как с той стороны висит. Вот такой вот. Ага. У него вкус молодой сладкой репки. Да вы что? Да. Очень нежный, вкусный, а жареный даже немножко напоминает наш же кабачок, только более сладкий. Цветки у него белые, но опылять надо вручную. Почему? Пчелы не берут? А он цветет по ночам. Это вот сегодня пасмурная погода, поэтому... А так он открывается вечером, утром закрывается цветок. То есть все как в школе учили, да? Да. В уроках ботаники. Владимир Николаевич, ну я как-то привык к тому, что обычно уже продукты виноградные, хранят в бочках, а у вас сама лоза в бочке растет? Ну, дело в том, что я пришел к выводу, что насколько бы не были холодостойкие растения, они выдерживают температуру почвы минус 20, и сама лоза выдерживает до минус 40. Ну, хустую. Она неукровная культура. Но, видите, у нас очень короткое лето. И чтобы выращивать виноград в открытом грунте, можно не дождаться вкусных спелых ягод. Я лет 8 назад первый раз посадил виноград в бочке. А это уже новые посадки. Это посадка этого года двухлетним саженцем. Да вы что! И уже урожай. И урожай. Это новый сорт для меня. Называется Минский 8-17. Из Белоруссии? Да, это сорт из Белоруссии. Очень хороший, очень красивая, плотная гроздь. Да. И в этой бочке виноград может расти до 8 лет. Вот так. А почему именно в бочках? Первая причина. Если мы посадим просто в грунт, значит у нас растение может повреждаться майскими заморозками. Так заморозки каждый год, они и бывают практически? Лоза, почки и зеленая масса виноградной лозы повреждаются при минус 1 градусе. Уже? Да. А у нас, как правило, в последнем заморозе могут быть до минус 5. Бочку можно прикапывать на участки. Просто на расстоянии метра друг от друга я копаю траншейки. Глубиной на полтора штычка всего. Неглубокие. И туда под наклоном с одной стороны бочка к бочечке вставляю, лишнюю лозу обрезаю. И второй ряд бочек напротив. Вот они как бы один к одному лоза. И сверху накрываю просто шифером, остальное сделает снег. Для чего вообще это нужно? Чтобы корневая система была в почве. Если над поверхностью, значит, минус 30, уже корневая смерзнет. Поэтому лучше для гарантии вкопать. Бочку достаю в середине апреля. Как только оттаял грунт, и спокойно вношу в теплицу. И там бочка, стоя над землей, быстро прогревается. И у меня уже в начале мая он цветет. Да вы что? И уже выношу в начале июня на улицу, к шпалере, с южной стороны, к дому, где угодно. И он 100% даст их полновесный урожай. Вот прислушайтесь к совету Владимира Николаевича, и у вас всегда будет отменный виноград. Начинать надо с 2004 года в бочке подкармливать. Подкармливать без азотных удобрений. Фосфорно-калийные удобрения. Это в виде золы. Это в виде перегноя. Органический перегной. Только не свежий. Двух-трехлетний перегной. Потому что свежий – это опять азот. А азот вызовет сильный рост лозы и замедлит плодоношение. Он будет гнать вот это междоузливое расстояние, будет очень большое. А нам нужно получить урожай, а не зелень. Надо, по-моему, знаете, обладать колоссальным терпением. Для того, чтобы вырастить. Безусловно. Но, вы знаете, сложнее, я считаю, вырастить куст помидора и получить большое урожай помидоров, чем вырастить один раз, посадил виноград или посадил его в бочку. И любуйся ими десяток лет. А вообще растение винограда есть и трехсотлетний. Владимир Николаевич, а вот если виноград заморозки прихватят, можно спасти лозу? Лоза отрастет из спящих почек. Ведь в каждой почке виноградные лозы и есть скрытых еще 2-3 почки. Посоветуйте, пожалуйста, нашим дачникам, что нужно насыпать в бочку. Примерно 50 литров грунта здесь. И по мере расходования растениям, питательных веществ, грунт постепенно оседает. И я примерно раз в год по весне буду подкармливать и подсыпать свежий грунт. В бочке внизу просверлено много отверстий. А, как сито получается? Виноград не переносит застойной воды. На низ обязательно нужно длиннаж какой-то положить, чтобы отверстия не взбивались грунтом. Это либо керамзит, либо крупный песок. Грунт должен быть богатый органикой, но не менее 2-3 лет. Чтобы ни грамма не было, как я уже говорил, азота. Азот совершенно не нужен винограду. Владимир Николаевич, можно ли вот эту бочку, например, поставить где-то в городе на балкон или на лоджию? Конечно, вполне. Уже тысячи ленинградцев уже выращивают на балконах виноград и не один год. Уже я знаю одного виноградаря, которого растут даже южные сорта на балконе из ферганы. Да вы что? Телеал ферганы открыл на балконе? Можно. Все зависит от желания, успехов и труда. А глаза боятся, а руки делают. Так, а это у вас Альфа-2. Да, и Альфа-Орловская. Это однолетняя лоза. Вот она. В этом году, ранней весной, в феврале месяце я укоренил вот этот чубук. Вот от него пошел первый побег. И вот он раздвоил. Как он подрос, я его прищипнул в мае. И вот он вырос уже в три рукава. Да. На будущий год этот уже куст Альфы начнет плодоносить. Сколько она созревает? Ей нужно 110-120 дней. Альфа-2 даже меньше, 100-110. А вот Альфа-Орловская и просто Альфа до 120 дней. То есть больше все-таки. Да, это 4 месяца. А вот какой бы сорт вы посоветовали тем, кто собирается заняться виноградарством? Ну, например, для того, чтобы получить вино. Сапирави Смоленский и Минский 8-17. Ну, кроме этого, существует такой сорт, как фиолетовый августовский. И как столовый, и как винный. Чем он еще хороший? Его можно использовать в купажировании для создания цвета вина с белым виноградом. Владимир Николаевич, подскажите мне неграмотно, что такое купажирование? А это значит смесь. А? Смесь сортов. Купаж. Понятно. Так же, как купажирование, бывает, делают меда. Там, допустим, донниковый или фацелевый мед. А в смеси они дают свой аромат и букет. Так же и вино. Понятно. Вот мы сейчас пока осматривали все сорта такие темного винограда, да? Да. Пройдемте в теплицу. У меня много светлых сортов винограда. С удовольствием. Моя виноградная тепличка в этом году, она потерпела много перестройки. И больше месяца теплица находилась без крыши, как в открытом грунте. Но все равно дала довольно-таки приличный урожай. Да не то слово. Ранние сорта уже созрели. Лоза уже вызрела. Видите, вся она коричневая. Только на макушках. Вон. Видите, чуть зеленоватые побеги. Да. Лозу я выращиваю до высоты своей руки. Потому что вот этого листового аппарата вполне хватит на вызревание. В зависимости от сорта не даю нагрузку. Такой сорт, как Алешенькин, на один побег я оставляю только одну гроздь. А почему так мало? По тем причинам, что у него у Алешенькина гроздь доходит до полутора килограмм. Ничего себе. Вот он. Видите, на него осы уже навалились. Крупный-то я срезал. Вот. Сорт Алешенькин. Красавец. Смотрите, какой. Попробуйте, попробуйте. Конечно. Он очень сладкий, хороший. И в хорошие годы у него косточка рассасывается. Могут и сейчас есть небольшие остатки от ананаса. Тут как тут. Вылетело, да. Рудименты, остатки косточки. И он становится, когда хороший год, янтарного цвета. Слушай, очень вкусно. Вот если бы я, Алексей, был таким же. Да, выведем, кстати, этот сорт Алешенькин или Алеша. В Волгограде, как ни странно. Да? Великолепно. Вот и хорошая гроздь. Да. Красивая. Зари севера. Это заря севера у нас. Да, сейчас мы ее. Вот. Вот две гроздочки зари севера. Понятно. Попробуйте. С удовольствием. Но ей еще нужно недельку позреть. Да. Вот тогда она наберет полную сахаристость. Ну, сладко она. Давайте еще возьмем на дегустацию мой любимый сорт Илья Муромец. Ага. Он сейчас еще не очень имеет свою окраску. Гроздь имеет розовый румянец. Но из-за того, что весь август солнца не было, ну, он вполне съедобен. Попробуйте. Так, сейчас попробуем. Дело в том, что я диабетик, но этот сорт винограда, он пришелся мне по душе. Владимир Николаевич, посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать теплицу для винограда? Тепличка может быть любая, но обязательно со съемной крышей. В этом году, да я уже давно мечтал переделать, сделать тепличку шириной 5 метров, чтобы стропилы были 2,75. Чтобы пленки, рукава 3 метра вполне хватало на полтеплицы. Чтобы осенью, укрывая виноград, можно просто было скатать пленку на конек и связать веревочкой. А весной развязал, быстро накрыл один. Никаких сложностей. А вот что касается земли под виноград? Значит, для винограда в нашей местности земля должна быть как можно беднее. Первые 5 лет никаких подкормок, никаких траншей. У нас же почвы суглинистые. Значит, если мы выкопаем траншею, там будет стоять вода. Корневая система винограда будет гибнуть. Почва суглинистая, очень плодородная для винограда. Ведь на юге он растет где? На камнях, в горах, на склонах. Но, чтобы получать большие урожаи, начиная с 5-го года, нужно подкармливать и поливать виноград в июне, в начале июля, прямо в тропинке. Вот сюда, где мы стоим? Да, потому что корневая система уходит на 5-10 метров. Она может влагу брать там. И в летние месяцы, вот сейчас, видите еще, хоть у меня я перестраивал теплицу, или ледожи, вот они, трещинки. Это говорит о том, что земля здесь сухая. Чем суше, тем лучше. Поэтому в теплицах вот эти фронтоны, торцы теплиц, постоянно все лето открыты, чтобы не было никакого конденсата. Это касается не только винограда, это и касается помидоров. Вот здесь вот растет африканский огурец. А, это вот такой маленький? Да, да, вот такие маленькие, но они очень вкусные. Выбирайте самые маленькие. Самые маленькие, вот, наверное. Да. Так. И он самый настоящий огурец. У него кожура потолще. А вот такие, это их размер уже настоящий. Переростки, да? Ну, они не переростки, но уже довольно кистелые. Настоящий огурец здесь видимо. Очень оригинальный, очень урожайный. Прекрасно растет на балконах, в горшках. Вот видите, у меня в емкости небольшой. А с него можем получить 2-3 литра. Литра, я не по штукам. Ну, по шокам невозможно. Можно 2-3 литра получить огурчиков. А как быстро они созревают? Очень скороспелая культура. Мало того, там внутри, в земле, еще образуются клубни, из которых можно сделать прекрасный салат. На терочке. Потереть осенью. С чем хочешь? Лучше с растительным, ароматным маслицем. Так, а это что у нас? А это вот огурчик. Называется маммардика, индийский огурец. Хороший год, теплый. Ну, вот здесь, на этом объеме почвы. На этом может висеть до 2 десятых огурцов. Вот такого размера. Ну-ка. Батюшки, как он выглядит-то? Это же как цветок. Да, цветок-то не цветок. Плод сам вот этот. Сейчас горький. Но внутри рубиновая мякоть. Пробуйте своими руками. А внутри у них косточка. Да. Своеобразный вкус напоминает, мне напоминает хурму. Да, согласен. Слушай, ты необычный очень. А косточка лечебная. Она является противораковым лекарством. Листья маммардики напоминают запах герани. И если посадить в углах теплички, никакой белокрылки и тли в теплице не будет. Вот прислушайтесь к этому совету, Владимир Николаевич. И вы спасете свои теплицы. А вот дальше у меня есть еще растение. Называется тоже огурец. Только ангурия. Ангурия? Да. С Антильских островов. Ох ты! Какое путешествие-то он совершил. Вот я сниму один, чтобы его вам показать поближе. Оп! Удрал. Удрал. Так. Вот такой, похож на ежика. Слушайте, и что, это съедобный? Это не декоративный? Очень вкусный и хороший. Мало того, опять же лечебный. Да вы что? У этого огурца щелочная реакция. Он растворяет в почках и в желчном пузыре камни. Ничего себе. А почему же никто не занимается, кроме вас, на январе. Ну, понимаешь, почему? Ну, многие садоводы уже под Санкт-Петербургом выращивают уже, наверное, лет 5-6, как появились семена. Владимир Николаевич, а вообще вот сложно выращивать эти огурцы? Я считаю, что никаких сложностей нет, и все зависит только от погодных условий. Конечно, нужно где-то в конце апреля посеять рассаду. Так. Где-то в доме, где-то в теплой, у кого есть теплые теплички. Потому что все огурцы очень теплолюбивые растения. А выращивать можно как и в теплице, так же и просто в емкостях. Еще и лучше, потому что на улице больше мошек, которые опыляют эти растения. Самое теплолюбивое, конечно, маммардика. Антильский огурец сложности не представляет. Владимир Николаевич, вот мы в каждой своей программе стараемся, чтобы все герои, люди многоопытные, знающие очень много, делились советами с нашими зрителями. Вот какие бы конкретные советы, скажем, в том, что касается выращивания винограда, могли дать вы начинающим? Ну, в первую очередь, по выращиванию винограда могу посоветовать одно. Начинать с самых простых и самых скороспелых сортов винограда. Не заниматься крупноплодными, потому что это уже высший пилотаж. Но в то же время не бояться узнать основы выращивания винограда в нашей местности и сажать и наслаждаться чистым, экологически чистым виноградом у нас на северо-западе. Культура винограда прекрасно и дает урожай чистейших ягод, каких не бывает на юге. Владимир Николаевич, огромное спасибо, что вы приняли нас у себя. Увиденное действительно потрясает. Совершенно уже забываешь о том, что ты на холодных землях северо-запада. Такое ощущение, что мы оказались или где-то на Черном, или на Средиземном море. Вы удивительный человек в том смысле, что не боитесь экспериментировать. И я поэтому желаю, чтобы этот дух экспериментаторства жил в вас всегда. Спасибо большое. Дело в чем еще я хочу сказать, что я никогда не держу секреты. И всегда поделюсь с людьми, советами. Мне звонят, я отвечаю, но всех предупреждаю. После девяти вечера, потому как садоводы очень занятый народ. 200 лет назад в гатчинских оранжереях уже выращивали диковинные овощи и фрукты. Владимир Николаевич Селенов продолжает эти эксперименты, но выращивает он экзотику не только в теплицах, но и в открытом грунте. Воспользуйтесь его опытом, воспользуйтесь его советами, и вы обязательно создадите легенду. Свою легенду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok